Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 17 мая 2023 года, среда, местное время 18 часов 42 минуты, киевское и московское 19 часов 43 минуты. Итак, я, доктор Горбатов, продолжаю чтение глав материалов из книги Альфреда Мори. Это французский ученый, такой универсальный, многопрофильный, многостаночный, под названием «Сон и сновидение. Психологические исследования и наблюдения. Перевод А.М. Польховского. Москва, 1867 год». Значит, там я сейчас планирую зачитать вам в рамках главы, главы, которую я уже зачитал, о естественном сомнамбулизме, действия разумения в этом состоянии, отсутствия памяти, следующих, скажем так, примечания автора, три примечания автора. о свободе, о свободе умственного помещательства, дальше, следующее, о свободе умственного помещательства, дальше, о потере памяти, и третье примечание автора под названием «О теории ассоциации идей Давида Гертли». Примечание автора. Вот три примечания к этой главе я и сейчас вам и зачитаю. Итак, сейчас найду опять. Это у меня уже отсканированная работа. Значит так. О свободе во время сна и умственного помещательства. Примечание автора. Под свободой я разумею способность, свойственную человеку и животным, действовать по законам своего внутреннего содержания, то есть согласно своим идеям. Иногда эти идеи бывают совершенно самопроизвольными. Таковы почти все идеи у человека спящего и у животных. Существ, хотя физически свободных, но не свободных нравственно, ибо они действуют автоматически с знанием, но не с полным сознанием своих действий. На этом основании можно сказать, что свободен один только бодрствующий человек. А животные и дети нескольких месяцев не свободны, ибо последние действуют в силу необходимости, в силу побуждений им сообщенных или вытекающих из условий их организма. Человек же взрослый действует часто по размышлению, по выбору. Тогда его прежние идеи сочетаются с настоящими побуждениями и определяют его действия. Он вызывает эти идеи, ассоциирует их, и судит таким образом о том, что должен делать. Он совершенно сознательный акт, а не просто инстинктивный или функциональный, он нравственно свободен. Умалишенный может, как и человек здоровый, пользоваться своей нравственной свободой, то есть действовать на основании рассуждения, размышления и согласно своим идеям. Но так как эти идеи вследствие расстройства способности разумения сделались у него неполными, ложными, абсурдными, то умалишенного и нельзя делать легально ответственным за свои поступки. Он входит в категорию детей, не достигших еще того возраста, когда в свои права вступает разум. Было бы не точно сказать, что сумасшедший лишен нравственной свободы. Если умалишенный не подвержен бессвязному бреду, если он страдает только мономанией, меланхолией, то он будет действовать столь же свободно, как и человек здоровый умом, ибо, подобно последнему, он будет поступать согласно законам своего собственного нравственного содержания. Следует просто сказать, что сумасшедший заблуждается, обманывается ложными восприятиями, невольно ошибочными суждениями, вследствие этого незнания, вследствие этой-то нравственной, умственной неспособности, но не вследствие утраты свободы, суд должен освобождать его от ответственности за дел, сделанные им поступки. Сумасшедший точно так же не может быть виним в своем незнании, в своей умственной неспособности, как идиот своей тупости. Человек, который дерется или убивает припадки внезапного гневно, ревности, пьяновиды, то есть, говоря юридически, непреднамеренно, не пользуется напротив своей нравственной свободой, хотя и знает часто, в отличие от сумасшедшего, что он делает. Он действует не по незнанию, не по неспособности судить, а под влиянием внезапного раздражения, не давшего ему время подумать о своем поступке. Закон его наказывает, потому что допускает, что вначале он мог бы победить свою наклонность, лишившую его, наконец, нравственной свободы. Угрожая ему наказанием, закон рассчитывает удержать его от буйных порывов страстей. Некоторые преступления, совершаемые безумными маньяками, входят в категорию преступлений, зависящих от потери нравственной свободы, но с тем различием, что безумный, не зная часто, что он делает, не может быть преследуем законом за то, что не старался обуздать свою страсть, угрожавшую довести его до преступления, ибо эта страсть была невольным следствием болезни. Во время сна существует разом незнание и умственная неспособность вследствие притупления мозга и несовершенства восприятий и отсутствия нравственной свободы и вследствие самопроизвольности идеи и мгновенного действия наклонности человек в это время заблуждается и бывает принуждаем. Смотри, что говорит об этом лотце в вагнеровском «Handwörterbuch der Physiologie». Ну, вот такая вот инстинкт. Значит, артикль или статья называется «Инстинкт». Ну, это на немецком языке. Так. Душевные болезни и оцепенение во время сна могут даже уничтожить и физическую свободу. Это случается, например, в то время, когда безумный чувствует, что его что-то влечет, вопреки его воле, к действиям, которым он противится, которые он не одобряет, или когда спящий, мучимый, кашемаром чувствует, что его давит тяжелый сон, но он не может от него освободиться. Во всех этих случаях недеятельность или расстройство способностей также действует на мозг и организм, как цепи на ноги или стены темницы на заключенного. Мозг и члены чувствуют, что они связаны, что их что-то удерживает. Таким образом, в умственном помешательстве нужно различать три причины, снижающие ответственность, а именно неспособность к разумению, потерю физической свободы и потерю нравственной свободы. Эти три причины могут представляться в одной и той же форме сумасшествия, вместе или порозень. Если я знаю характер человека, его наклонности и действующие на этого человека в настоящий момент мотивы, то я с такой же точностью предскажу его действия, как астроном предсказывает затмение Луны в известную минуту известных суток. Вот основное положение учения о необходимости и вот то сходство между действиями человека и ходом явлений внешней природы. Но тут не одно сходство, тут же и громадная разница. Изменить отношения между Луной, Землей и Солнцем никто из людей не в состоянии. Но изменить характер человека, изменить его наклонности, изменить мотивы, действующие на человека люди, в состоянии. Этим-то и обусловливается прогресс. Мы знаем, что А, Б, С дадут в результате Д, но этот результат – дурень, нам бы хотелось изменить его. Как же это сделать? Разумеется, не иначе, как изменить А, Б и С. А так как А, Б и С сами сути результаты других факторов, то нужно изучить эти другие факторы и узнать, от чего не зависят. Все это в руках человека, все это он может сделать, на все это ум его способен. А это то и есть нравственная свобода, способность действовать на основании выработанных понятий, ясных представлений, узнанных законов. Рационалисты восстают только против нелепостей, что А, Б и С, дающие в результате Д, могут вдруг, вдруг ни с того ни с сего, дать Е. Базаровы, Базаровы же, не поняв этого, вообразили, что если А, Б и С дают в результате Д, то и дело конечено, и дело кончено, и хлопот не о чем, то есть пришли к своему нелепому фатализму. Между тем учение о необходимости, разумное, понятое, имеет огромное значение и в теоретическом, и практическом отношении, ибо и тут, и там дает самые благотворные результаты. Зная, что Д зависит от А, Б и С, мы не пожелаем, чтобы оно вдруг изменилось само собой, а будем стараться изменить эти А, Б и С. Приложите этот закон к уголовному праву, и вы увидите, как он важен. Приложите его к воспитанию, и вы поймете его еще большую важность. Руководствуясь этим законом, мы можем твердо или к своему нравственному совершенствованию, зная, наверное, какими средствами в состоянии его достигнуть. А при другом взгляде на человека это нравственное совершенствование только пиодезидерия. Вот соображения, которые нужно иметь в виду, касаясь вопроса о нравственной свободе, иначе мы в нем ничего не поймем, или, что еще хуже, все поймем превратно. Это примечание переводчика. Непонятно, почему примечание автора и примечание переводчика. Значит, это не примечание моря, а примечание переводчика Пахальского. Так, следующее. О потере памяти. Опять в скобочках примечание автора. Память слабеет слитами. Сначала исчезает память собственных имен, слов, потом память предметов, фактов, из чего следует, что способность воспоминания находится в связи с особым состоянием головного мозга и нервной системы. Впечатлительность, которая позволяет сохраняться вибрациям мозговых волокон, так что происходит явление устойчивых впечатлений, видимо, уменьшается по мере того, как мы стареем. Предметы и факты, указанные в детстве и юности, то есть в то время, когда мозговое вещество имело свойство быть легко приводимым в действие и вибрировать силой, остаются почти навсегда запечатленными в нашем духе и изглаживаются только совершенным исчезновением ума. Это зависит без сомнения от того, что вибрации, сообщенные головному мозгу в детские годы, приобретают свою энергию от молекулярного состояния, представляемого тогда фибрами. Когда же в мозгу происходят очень глубокие изменения, как это бывает при старческом слабоумии, при размягчении мозга, то человек может иногда еще понимать значение слов, узнавать предметы, делать знаки для их обозначения, но для него совершенно невозможно припомнить их себе, назвать их. В памяти остаются только эти изолированные слова, которые безумные повторяют при всяком случае и которые произносят всякий раз, когда силится вызвать в себе воспоминания какого-нибудь имени или предмета. Этими словами бывают обыкновенно те, которые связаны с чувством энергетическим, сильным, с чувством, которое их глубоко запечатлело в духе. Например, с божбой. С божбой. Что такое божбой? С борьбой, наверное. Нет, божбой пишется. Восклицаниями, междометиями. И это очевидно, потому что чувство, которое их сопровождало, когда они запечатлевались в памяти, вызвало более глубокое, а потому и более устойчивое колебание мозга. Замечательный факт. Из этих больных, из этих стариков, пришедших в детство, есть некоторые, которые еще могут написать слова, но которые не способны произнести их, выговорить их, как это замечается также у лиц гипнотизированных. Последние теряют способность произносить слова. Их заставляют забывать слова посредством впечатления, обратного тому, которое запечатлело их в памяти. Из чего следует, что зрительный знак производит на дух более глубокое, более прочное впечатление, чем знак вокальный, то есть вербальный, звуковой. И действительно, память, глаз гораздо обширнее, память и ухо. Лицо, страдающее, размягчение мозга, будет смешивать слова друг с другом, будет произносить одно слово вместо другого. Один из непременных секретарей прежней Академии наук, астроном Гранджан де Фуши, сообщил, что вследствие падения на нос он несколько минут не мог произнести тех слов, которые хотел. Фразы, которые он составлял, нисколько не соответствовали его мысли, хотя способность разумения у него и не была нисколько повреждена во всем остальном. Гранджан де Фуши понял очень хорошо, что у него произошло патологическое потрясение нервных волокон, находящихся или исходящих из мозга и распространяющих во внутренности носа. Очевидно, фибра, приводимая в нормальном состоянии, в действии памятью, слово, которое нужно было произнести и была заменена теперь вследствие перемещения, нарушения прежнего порядка соседнею фиброй, а это доказывает, что вторичное возникновение какой-нибудь идеи заставляет вибрировать волокна, соответствующие словам, идеям, связанные в уме с этой идеей. Больной хочет, например, спросить хлеба, а спрашивает вместо того огня. Это потому, что идея хлеба и огня были ассоциированы в его мозгу, но идея хлеба теперь уже не настолько сильна, чтобы могла произвести колебание, соответствующее слову, ее выражающему. Между тем, в то время, как больной пробует произвести эти колебания, это колебание, не успевая, однако, сообщить ему настолько силы, чтобы оно сделалось ощутимым. Он вызывает колебания другой фибры, которой движение связано с колебанием, соответствующим идее хлеба, и менее его ослаблено, так, что больной произносит вместо хлеба слово огонь. Человек, пораженный старческим слабоумием, хочет сказать число два, и не может найти слова, но идея о зрительном знаке еще существует в нем, и он показывает свои два пальца. Ассоциация идей здесь некоторым образом пережила самую идею. Язык жестов, проистекающий более непосредственно из потребности организма и появляющийся у ребенка прежде, чем тот научится говорить, остается и по утрате памяти слов по той же самой причине, почему воспоминание о письменном знаке переживает воспоминание о знаке голосовом. Когда человек забывает знаки, связанные с действиями, наичаще им повторяемыми, с действиями, которые в начале долго производили впечатление на его дух, например, забывая свое собственное имя, название города, в котором родился, нации, которой принадлежит и прочее, то это значит, что вибрационное свойство мозговых волокон в это время почти совершенно исчезло. вы можете сколько вам угодно произносить перед этим человеком эти названия, но через минуту они уже выйдут из его памяти, потому что новое впечатление не настолько сильное, чтобы возродить старое, которое отзывается лишь глухо. Вещества, отнимающие память, например, наперсточная трава герба дигиталит производит такое же действие, как и возраст, а не ослабевает вибрационное свойство мозговых волокон. Френологи и некоторые из физиологов думали локализовать память в одной из частей мозга, но этой теории было справедливо противопоставлен тот факт, что память есть способность разнохарактерная, что ее задача делать более устойчивыми впечатления, принадлежащие способностям разнообразных и различных классов. У одного есть память слов, у другого память мест, форм, у третьего чисел, у четвертого память звуков. Одна из этих памяти может ослабеет, может быть малоразвита, между тем, как другая в то же время будет существовать во всей своей силе и быть резко выраженной. Поэтому более вероятность, что память вытекает из свойства, принадлежащего всем мозговым фибрам, сохранить полученное впечатление, раз сообщенное им колебание и усиливать его тогда, когда к нему присоединится соседнее колебание, зависящее от сродной идеи. Но мы не можем помнить всех впечатлений, нами восприняты, даже люди одаренные самой счастливой памятью, и те больше забывают действий, фактов, предметов, чем помнят. Это зависит от того, что в мозгу существует ограниченное число фибр, и что каждая фибра способна только к известному числу вибраций. Память об одном предмете изгоняет память о другом. Факты вновь узнаны, заставляют часто забывать те, которые были узнаны прежде. Для того, чтобы припомнить, нужно освежить приобретенное знание, то есть новыми и тождественными впечатлениями, возвратить ему силу старого впечатления. Мозговое волокно точно так же выберирует, как маятник качается. Чем сильнее толчок, тем долее маятник будет качаться, но он все-таки наконец остановится, если пружина или рука не будет поддерживать это движение его. Старея, мы принуждены чаще повторять вещь, чтобы знать ее. Выученная наизнусь в это время скоро забывается. Это доказывает, что быстрота колебаний при новых впечатлениях в это время бывает меньше, и что необходимо, чтобы одна и та же причина чаще сообщала движению мозговым волокнам. Если мы хотим, чтобы в нас сохранилось воспоминание о каком-нибудь факте, нужно, чтобы сопровождающая этот факт впечатление было живо. Действительно, следует заметить, что мы всегда помним о фактах, произведших на нас сильное впечатление. Мать, которая дает плюху своему ребенку за то, что тот забыл, что она ему сказала и прибавляя «теперь ты это будешь помнить», признает сама того не зная этот психологический принцип плюха связывает с идеей чувства более сильное, которое делает умственное впечатление более энергичным, следственно, более продолжительным. Таким образом, чтобы помнить о предметах, нужно ассоциировать их с фактами, способными производить на нас сильное впечатление. когда мы бываем детьми, нас все поражает, все производит на нас впечатление по своей новизне. И вот одна из причин, почему память у детей бывает более сильна. Однако, чтобы впечатление предмета было продолжительно, нужно еще, чтобы этот предмет был связан с каким-нибудь знаком, ибо этот знак, напомненный духу, будет оживлять колебания, произведенное первоначальным впечатлением. Таким образом, ребенок не помнит о том, что делал, когда еще не мог говорить. Но это еще не единственная причина, производящая память. Сверх того, необходимо, чтобы мозговое вещество приобрело достаточную силу, дабы колебания, однажды ему сообщенное, продолжалось долгое время. До тех же пор у ребенка тоже, без сомнения, ребенок, до тех же пор ребенок тоже, без сомнения, помнит кое-что, некоторое время, но только время это очень коротко. Грудной ребенок узнает, свою кормилицу следственно помнит, однако эта память не прочна, и если кто-нибудь в течение нескольких дней не показывается ребенку, то он его забывает. То же самое бывает и при старческом слабоумии, а потому не без причины употребляют выражение старческое детство. Трудно объяснить себе причину, по которой память имен собственных теряет скорее памяти вещей. Мне кажется, что это должно зависеть от того, что воспоминания о лицах бывают связаны с меньшим числом идей, чем память вещей, в то время как последнее беспрестанно оживляется множеством имеющих между собою связь идей, которые ее возрождают с лицами, у которых мы не видим, постоянно связывается для нас лишь небольшое число фактов, так что ассоциация идей, столь укрепляющая память вещей не действует с такой же силой при воспоминании об именах собственных. Доказательством этого служит, что мы, чтобы вспомнить имя, стараемся связать его с словом, выражающим вещь, с идеей, которой мы свыклись, то есть стараемся связать его с колебанием мозгового волокна, соответствующим этому слову, волокна, которое часто было приводимо в движение, напротив, имена родственников, друзей, остаются в памяти столь же долго, как и название предметов, и это по той же причине. Подтверждение этого объяснения заметим, что именно и слова, которые всего трудней припоминаются, когда память имен и слов ослабела, суть именно те, которые не связываются ни с какой обычной для нас идеей, которые совершенно навы для нас. Такова причина, по которой, прожив лет 45-50, мы не можем уже научиться иностранному языку, между тем, как еще знакомимся с множеством фактов. Памятью цифр владеет вообще те, которые всего лучше умеют управлять ими, то есть, которые наиболее освоились с их отношениями, как между собой, так и с предметами, а этим тоже подтверждается мое замечание. Память звуков вследствие подобной же причины встречается у музыкантов от природы, память форм у живописцев, скульпторов, память линий у архитекторов, память, как и всякая способность, развивается употреблением упражнением, потому что волокно, которое часто проводится в движении, приобретает более способности вибрировать. Память служит исходным пунктом для всякого суждения, для всякого знания. Нет способности разумения без памяти, но свойства памяти находятся в соотношении со свойствами духа, и можно сказать, что индивидуум имеет всегда весьма развитую память для того разряда действий, которые он всего лучше выполняет. Память, как и всякая умственная операция, может быть и не быть сознательной. Когда мы повторяем что-нибудь по привычке, память действует, но не создает себя, мы делаем при этом то, что помним, но не сознаем, что действуем по памяти, здесь нет сознательной ассоциации идей, а потому и мозг при этом устает меньше. Вот почему умы ленивые предпочитают учиться чему-нибудь скорее рутинным образом, чем методическим. Можно сказать, что привычка, рождающаяся из такой бессознательной памяти, сообщает мозговым волокнам одновременные движения, совершающиеся сами собою и без всякого усилия. Впрочем, в наших действиях и мыслях принимает постоянно участие и воля и ассоциировавшиеся идеи и часто трудно бывает решить, составляет ли известное движение результат ассоциации идей или оно есть следствие прямого вмешательства воли. Последнее вмешивается более или менее. Например, когда мы напеваем маррию или выполняем на инструменте какой-нибудь музыкальный отрывок, то смотря потому настолько насколько мы ко всему этому привыкли воле и внимание, которое есть ее следствие, могут вмешиваться все менее и менее и наконец потерять в этом отношении почти всякое значение. Так что мы будем петь или играть двумя думая совершенно о другом. Двигательные мотивы различного рода будут вызывать друг друга в известном порядке и нам не будет никакой надобности совершать всякий раз ах хотение. Память будет действовать как бы самопроизвольно вследствие связи установленной привычкой между действиями из которых каждая вначале сопровождалась отдельными актами воли. И чем менее при этом мы будем обращать внимание на наше действие, тем это действие будет машинальнее и тем более наше движение или ряд наших движений будет представлять легкость и явность свободы. Так что если мы подумаем о нашем действии, то рискуем скорее ошибиться, точно так же, как заика, который тем более заикается, чем более употребляет усилий произнести слоги, затрудняющие его язык. А между тем в это время мы в сущности гораздо менее свободны, ибо нас при этом руководит память, ассоциация идей, а не рассудок. Явление того же рода происходит и при ходьбе, разговоре, плавании, фехтовании и прочем. Во всех этих упражнениях нас заставляет действовать ассоциация идей. Это основание памяти. Раз воля дала первый толчок, то действие продолжается, несмотря на то, что внимание слабеет или переносится на другой предмет. Дух едва осознает свое действие, и хотя он остается свободным, ибо может во всякую минуту вызвать на сцену волю и сознательное внимание, он дает мускулам действовать под влиянием символов, сцепляющихся самопроизвольно в силу некоторой связи движений и идей, происходящей механически и зависящей от одновременности вибраций мозговых волокон. Ну и третье примечание автора о теории ассоциации идей Давида Гертли. Примечание автора. Давид Гертли, знаменитый английский врач, родившийся в 1705 году и умерший в 1757 году написал весьма замечательное сочинение и о теории человеческого духа, которая, однако, при своем появлении свет не встретила того приема, какого заслуживала. Книга Гертли во многих отношениях далеко опережала идеи его времени, но авторитет некоторых физиологов, в особенности великого Галлера, заставил смотреть на нее, как на химерический вымесел, упрекаемый в том, что называли материалистическими тенденциями. При дальнейшем развитии науки мнения Гертли, однако, во многих отношениях получили перевес перед мнениями его противников. Спустя тридцать лет после смерти этого врача знаменитый английский химик Иосиф Престлей, которому не было чуждо ни одна из витрей физических и нравственных наук, понял всю важность и все значение идей, высказанных в теории of the human mind on the principle of the association of идей, то есть, высказанных в работе Гертли теория человеческого мозга или мышления на принципы ассоциации идей, на принципах ассоциации идей, и напечатал второе издание этого сочинения Лондон 1790 год, предпослав ему свое предисловие. Когда я писал свою книгу, труд Гертли был мне как по несчастью и большинству моих соотечественников совершенно неизвестен. Бывший в Лондоне в 1863 году я случайно увидел издание Престлея, это море пишет, нашел во взглядах развитых знаменитым английским врачом идеи исходные с высказанными мной самим и считаю полезным представить здесь краткое изложение этого сочинения. Оно послужит дополнением к сказанному мной выше. Физики последних столетий при объяснении явлений натура которых им была лишь не вполне известно вообще прибегали к особым жидкостям определяемым так, что они давали отчет в этих явлениях. Таким образом придумали две электрических жидкости одну положительную другую отрицательную на теплоту свет магнитную силу смотрели тоже как на особого рода невесомые жидкости. Поэтому нисколько неудивительно, что и нервную деятельность пробовали объяснить действием новой жидкости, циркулирующей по нервам как по трубкам, и которая таким образом проходила от нервных окончаний до мозга. Это учение пользовалось большим доверием, когда Давид Гертли, пораженный ролью приписываемой открытием Ньютона вибрациям в оптике и в особенности в зрении, возымел мысль, что подобное же явление должно происходить и в церебро спинальной системе. Он заметил, что так, как световой луч, падая на основании глаза, производит колебания в сетчатой оболочке, то эти колебания, чтобы произвести в мозгу зрительные ощущения, должны распространяться до мозга по волокнам зрительных нервов. Движения подобного рода способны продолжаться в течение весьма долгого времени, ибо мы видим, что теплота, зависящая от такого же рода колебаний, может сохраняться в плотных телах весьма долго. Таким образом, нервы вследствие своей однообразной плотности могут проводить к мозгу впечатления, производимые на чувствующие аппараты как сетчатой оболочки глаз, так и всякой другой точки организма. Оптика доказывает, что различного рода лучи, смотря по длине и число вибраций, или говоря словами современных физиков, смотря по длине волн, вызывают в нас ощущения различных цветов совершенно так же, как звуковые волны, изменяясь по длине и быстроте, производят нас ощущения различных звуков. Гертли думает, что такое явление происходит не в одной только сфере чувств, а что оно повторяется во всей нервной системе и во всем мозгу во время образования и ассоциации идей. Способность мозга сохранять впечатление весьма схожа со способностью сетчатой оболочки ощущать после того, как на нее долго и сильно действовали впечатления световых лучей, то же самое впечатление, как если бы она находилась под непосредственным влиянием этих лучей, иначе говоря, под влиянием колебательных или волнообразных движений, порождающих эти лучи. Так как мозг есть лишь ствол мозгового вещества, то способ передачи и сохранения впечатлений одинаков, как в нервах, так и в мозгу. Если же посредством вибрации или волнообразного движения нервные проводники передают и сохраняют впечатления, сделанные на их концы, то вибрации или волнообразные движения должны также происходить и внутри мозга при передаче и сохранении воспринятых впечатлений следователя идей, мы не станем удивляться, что мозг способен к такому бесконечному разнообразию движений, обусловливаемых многочисленностью свойственных нам ощущений и идей. Если подумаем, к какому поразительному разнообразию вибраций способен воздух, ибо число звуков и их сочетаний так сказать беспредельно, сколько людей могут говорить в одно и то же время, сколько различных звуков может происходить, которые ухо услышит вместе и не смешает их. Восклицательный знак. Если различие идей происходит от различия колебаний или мозговых движений, то, по аналогии с тем, что бывает относительно звука, нам понятно, что это разнообразие зависит не только от длины вибраций, способствующих одной и той же натуре колебания, но и от числа колебаний, соответствующего тону в акустике и от точки мозга, приведенной сначала в движение и сделавшейся центром колебания. Если первоначального различия колебаний достаточно для объяснения разнообразия замечаемого нами в том, что можно назвать простыми идеями, то его достаточно и для объяснения разнообразия сочетания этих идей, то есть идей сложных. Всякая идея обусловливается постоянно совокупностью впечатлений и, следовательно, механических колебаний мозга и нервов. И потому, смотря по состоянию нервов каждого неделимого, мы будем иметь различные результаты одних и тех же впечатлений. Таким образом, восприятие всякого ощущения и всякая идея обусловливается известным движением в определенной части мозга, фибрах, эту часть составляющих. Если эти фибры раз были приведены в движение вследствие идеи или совокупности данных идей, то они приобретают особую способность вибрировать, они сохраняют эту вибрацию. Но эта последовательная вибрация будет необходимо значительно отличаться по своей силе и в других отношениях от вибрации первоначальной. Эта разница дает духу возможность отличить предмет предстоящий от предмета просто только припоминаемого. Точно так же, как цвет, ощущаемый глазом, когда его сдавливают или быстро по нему ударяют, нельзя смешивать с ощущением цвета, которое производит в глазу световой луч, дающий тот же колер. Если вследствие той или другой причины, например, раздражение нервной системы, прилива крови к мозгу, сохранившееся впечатление, то есть остаток вибрации, приобретает силу, равную той, которую имела первоначальная вибрация, то воспоминание может быть смешано с реальным образом идея с впечатлением реального предмета. Так бывает во время сна и при галлюцинации умалишенных. Гипотеза о частичцах мозга, сохраняющих после того, как они раз были приведены в движение, способность вибрировать в том же роде, получает еще большую вероятность в силу того факта, что всякая твердое вещество, форма которого действием внешней силы потерпела мгновенно какое-нибудь изменение, никогда не приобретает вполне по удалению внешней силы своего первоначального молекулярного расположения. Оно сохраняет, пока не подвергается действию какой-нибудь другой силы, следы полученного изменения. Таким образом, дуга, разбудучи согнута, не получает формы, которую имела прежде. Она сохраняет легкую кривизну, потому что сферы притяжения и отталкивания, окружающие каждую из частиц вещества дуги, потерпели вследствие и даже весьма непродолжительного изменения в своем положении относительно друг друга перемену в известной степени. Ощущения приятности и боли, испытываемые глазом, смотря по цвету световых лучей, доказывают, что удовольствие и боль относительно наших чувств зависят от длины вибраций или волнообразных движений. Здесь весь вопрос в степени, так что мы незаметно переходим от удовольствия к боли. Точно так же умеренная степень теплоты приятна, и удовольствие от этого ощущения возрастает до тех пор, пока температура не дойдет до известной степени, за которой она становится уже неприятной. Боль возрастает потом точно так же, как и удовольствие по мере того, как температура возвышается. Итак, всякое ощущение, как и всякая идея, соответствует вибрации мозга, и обратно всякая вибрация порождает ощущение или идею. Затем, естественно, допустить, что если эти две вибрации происходят одновременно, то они будут взаимно изменять одна другую. Молекулы головного или спинного мозга не будут вибрировать именно так, как бы они вибрировали, если бы каждая вибрация происходила отдельно. Приведенные в движение молекулы будут находиться каждая под двойным влиянием, следы которого они сохранят. Если потом вследствие какой-нибудь причины одна из этих вибраций повторится, то аффектировавшиеся молекулы вызовут посредством некоторого рода индукции вибрации, которая их прежде сопровождала. Таким-то образом можно объяснить воспоминания об идее посредством идеи, имеющей с ней связь. Гертли признает, что явление памяти, воображение, хотение, суждение, вообще все умственные операции суть только различные виды ассоциации идей и приводит таким образом умственную жизнь со всеми ее разнообразиям и сложностей к тому единству, какое физики находят в явлениях, по-видимому, самых сложных, каковы явления тяготения, электричества, теплоты и прочее. И действительно, анализ умственных операций указывает, что нет невозможности свести их все на один простой факт ассоциации идей. Предположим, что дух человеческий приобрел известный запас идей вследствие ряда впечатлений, произведенных на чувства, и что эти идеи ассоциировались различным образом, так, что, когда предстоит одна, то она пробуждает некоторые другие, тесно с ней связаны, тут мы будем иметь все, что необходимо для объяснения явления памяти, ибо мы не имеем силы заставить родиться по нашей воле какую-нибудь идею, пробудить ее до известной степени, мы можем только припомнить идеи, с которыми она связана, в силу прежней ассоциации, происшедшая того, что эти различные идеи в известную эпоху действовали одновременно на наш дух. Ощущение пробуждает идею, а эта идея вызывает другие, по закону ассоциации, таким образом бит какого-нибудь человека, воспоминания о нем, пробужденная в нас словом или какой-нибудь другой идеей, имеющий с ним связь, напоминает вообще его имя, потому что его имя и вид этого человека ассоциировались в нашем духе. Если ассоциация этих двух впечатлений не оставила достаточного следа, так, чтобы одно впечатление вызвало другое, то мы бываем принуждены прибегать к новым обстоятельствам, одинаково ассоциировавшимся с одним из этих впечатлений или с обоими разом. Когда мы повторяем наизусть известное число слов, из которых состоит фраза или стихи, поэмы, то конечное слово каждого стиха или каждой фразы напоминает следующий стих или фразу, потому что вначале они ассоциировались в нашем духе, и вот почему мы можем удерживать их в уме в их относительном порядке. Но если бы мы захотели прочесть ряд фраз или стихов, начиная с конца и кончая началом, то мы могли бы достигнуть этого только после нового изучения, после нового упражнения, имеющего цель установить обратные ассоциации так, чтобы слова связывались между собой в новом порядке. Это относительно памяти. В деле воображения мы тоже только ассоциируем идеи, происшедшие из прежних впечатлений, ассоциируем согласно известным законам, зависящим от движения нашего мозга и от ощущений, которые в нем распространяются. Идеи, называемые новыми, суть, сущности, только новые сочетания простых идей, уже существующих в духе, или разложения идей сложных. суждения не сводятся частью на восприятие, на утверждение совпадения двух впечатлений, действующих одновременно на дух и взаимную зависимость, которых последний таким образом признает частью на отрицание этого самого совпадения. Например, когда я говорю молоко бело дважды два четыре, то я только утверждаю постоянную для всех ассоциацию двух идей о признании того принципа вследствие другой, а признание такого принципа вследствие другой ассоциации идей приводит меня к утверждению или отрицанию другого такого совпадения. Когда мы говорим, что Александр Великий победил Дарья, мы высказываем только тот факт, что лицо, с которым ассоциировано имя Александра, есть то же самое, которое победило Дарья. Когда мы говорим Бог добр, мы утверждаем, то есть доказываем посредством некатого рода уверения, что существо, называемое нами Богом, указывает своими творениями и делами, что владеет тем же самым свойством, которое заставляет нас говорить о человеке, что он добр. Ассоциации, таким образом, повторяемые, приводят нас к пониманию общих и отвлеченных истин, то есть заставляет нас ассоциировать идеи, независимо от ощущений и частных восприятий, которыми они были наведены. А аналогия, которая есть, тоже ассоциация идей, зависящая от известного сходства, следственно от связи впечатлений, заставляет переносить на другие конкретные и абстрактные предложения, те отношения, которые были выведены из первых предложений. Затем Гертли указывает, каким образом страсти, то есть нравственная жизнь человека тоже имеет свое исходное начало в ассоциации идей, ибо зависят от того, что некоторые ощущения, некоторые душевные движения ассоциировались или однажды очень сильно, или несколько раз с идеями, или с особыми обстоятельствами, имеющими силу, по тому же принципу ассоциации побуждает или пробуждает их. Возьмем пример страх. Мы наблюдаем ежедневно, что ребенок с тех пор начинает бояться какого-нибудь предмена, когда этот предмет или другой с ним ассоциированный сделается для него действительной или воображаемой причиной страдания и неудовольствия. Неприятная идея, оставленная в духе воспоминаниям об этом тяжелом ощущении, ассоциируется с идеей об обстоятельствах, при которых дух был неприятно или болезненно аффектирован. И эта идея неприятного так свяжется с самыми обстоятельствами, что последнее сделается для духа действительно причиной страдания и боли. Вот почему ребенок начинает бояться огня только с той минуты, когда обожжется собаке, когда та его укусит. Точно так же любовная страсть родится из ассоциации приятных ощущений с идеей предмета вызывающего любовь. Таким образом, все наши страсти могут быть незведены на ощущение страха и любви, изменяя, несмотря по отношениям, в которых к ним находятся предметы, вызывающие эти ощущения. Вначале всякая страсть носит постоянно эгоистический характер, то есть она порождается ассоциацией идей страдания или удовольствия, но вследствие новых ассоциаций идей предметов или лиц, одно воспоминание о которых пробуждает в нас отголосок других идей, находящихся в свою очередь в связи с первыми ассоциациями между страданием и удовольствием и предметом, который их производит, наши страсти теряют свой эгоистический характер. Вот почему дитя любит свою кормилицу или мать? Идея этих лиц ассоциируется у него с идеей о различных удовольствиях, которые они ему доставляли, которые он испытывал в их присутствии. Когда же такая тесная связь установится, то всякое удовольствие, всякое страдание, ощущаемое кормилицей или матерью, пробуждает в ребенке подобное же душевное движение, потому что постоянная ассоциация впечатлений породила в нем новые симпатии. Вот интересно, да, если мать борделяйн, вот, и ребенок ассоциирует потом ее, скажем так, страдания или ее аффекты, вот, и ощущает и ведет себя точно так же. Это замечание мое Горбатого. Любовь к деньгам служит нам явным доказательством, что страсти таким образом рождаются, и всех страстей скупость, быть может, появляется всех позднее, и всех более увеличивается с летами или с годами. Ребенок любит в день как только и форму и блеск. Ребенок, я вспоминаю, да, значит, я был пацаном, по-моему, я еще и в школу не ходил, это был дошкольный вазер. Отец получил зарплату. Это еще было, по-моему, даже до Хрущевской или еще до реформы. И вот я помню, он получил эту зарплату в новых ассигнациях. И вот я помню, как вот то, что сейчас пишет Море, что ребенок любит в день, как только и форму и блеск. Естественно, вы знаете, мне так поразил этот рубль, рубль, вот я его помню сейчас, этот хрустящий, новый, вот, внешность его поразила, что мне захотелось его иметь. Ну, я его стырил, вот, ну, а ребенок же, понимаете, незамысловатый такой и так далее и так далее. Значит, возможно бы, если бы я бы его и, значит, стену лбы и не сказал, вот, но меня же интересовало что? Если бы меня вот интересовала ценность, денежная, покупательная способность этого рубля, естественно, я бы, наверное, не сказал бы родителя. Но поскольку меня интересовал именно внешний вид, вот то, о чем пишет море, я, значит, не може не удержаться. Значит, я хотел владеть им и вот, что я придумал. Я утром рано, это ж надо было, понимаете, вот о таких деталях. Значит, побежал в песочницу во дворе, положил туда этот рубль, вынул, вот, можно же было и не ложить песочницу, а просто сказать. Значит, положил песочницу, вынул и бегу радостный домой и говорю, значит, я уже не помню, мама, я нашел рубль. Ну, естественно, поскольку родители, значит, отец, получив зарплату, отдавал деньги матери. Значит, мама увидела в этом рубле, значит, по ассоциации то, что она видела, новые рубли. Вот, значит, те, которые отец передал. То есть, ну, эти копюры были отпечатаны. Причем, действительно, вот я вспоминаю, как я согласен с морем. Меня, значит, пролистил именно внешний вид. Вот это хруст, это упругость, это блестящесть, ну, естественно, и краски. Естественно, этот рубль, сразу же понятно, где я его нашел и как я его нашел. Возможно, что если бы я взял бы потертый рубль и принес бы, возможно, это и произвело впечатление. Естественно, он бы был тоже изъят. Это само собой разумеется, но, по крайней мере, не было ассоциации с зарплатой, которую вчера, значит, принес отец, отдал матери. А сегодня я бы приношу часть этой заплате, зарплаты в виде этого хрустящего рубля. Смотрите, ребенок любит в деньгах только их форму и блеск. Он не знает еще удовольствия совершенно другого рода. Это вот то, о чем я сейчас рассказал, которое обладание деньгами пробеждает у человека, знающего им цену и страдавшего от бедности. Тут сначала чувствуется удовольствие, порождаемое идеей владения, удовольствие, проистекающее из ассоциации идей о различных наслаждениях и выгодах, которые могут доставить нам деньги. Мало-помалу эта сложная идея об удовольствии, которые могут быть принесены нам деньгами, связывается столь тесно сама идея о деньгах, что последние становятся собственно предметом страсти, и человек наконец начинает добиваться их, даже не думая о пользе, которую они могут ему доставить. Ну, тут я могу, скажем так, не согласиться, человек знает, он же не по внешнему виду, как я, да, тогда, в детстве глубоком, значит, стырил, да, этот рубль. Они большие были, это еще было, значит, первая реформа, по-моему, в 48-м году, а это вот, значит, между, эти, купюры были вот после 48-го и до Хрущевской реформы, вот так, по-моему, а Хрущевская реформа была в 61-м году, в 1961-м году. Все-таки, человек, когда видит деньги, ну, может быть, может быть, море и прав, то есть, он сознательно, скажем так, не думает о том, что он сейчас купит и получит удовольствие, он просто получает удовольствие, что он получил деньги. Дальше не идет ассоциация, то есть, она как бы находится в подсознательной сфере. Сознание, в сознании, в области, или в зоне сознания находится вид денег, а то, что вот эти страсти, это и есть страсть, а то, что несут эти деньги, вот. Значит, естественно, мы в этот момент не думаем, что можем пойти, купить в ресторан и так далее, и так далее, да, даже, скажем так, даже развратники и женщину может за деньги купить, то есть, короче говоря, всевозможные удовольствия от денег, вот. Но в данный момент мы, естественно, не думаем об этом. Мы просто, вот правильно пишет Мореву, мы просто воспринимаем деньги, вот, как чувство приятное. А почему приятно это? Потому что с деньгами связаны ассоциации, да, с приятным. Нет денег, ассоциация неприятная, есть деньги, ассоциации приятные, ты купишь то, ты купишь это, пятое, десятое и так далее, и так далее. Так, значит, мало-помалу это сложная идея об удовольствии, которые могут быть принесены нам деньгами, связывается столь тесно с самой идеей о деньгах, что последние становятся, собственно, предметом страсти, именно деньги, бумаги эти, бумажка, да, и человек, наконец, начинает добиваться их, даже не думая о пользе, которую они могут ему доставить. Хотение представляет собой другое интеллектуальное явление, в котором мы опять встречаемся с ассоциацией идей, в конечном анализе, это есть только видоизменение, страсти желания, на которое происходит без того душевного движения, без того особого потрясения, которое может быть вызвано идеей любимого, но не обладаемого предмета. За хотением следует действие, идея которых ассоциировалась в уме самыми предметами хотения, и на которые опыт указал духу, как на способные доставить ему эти предметы. Таким образом, ребенок сначала протягивает свою маленькую ручку и как бы хочет взять что-то, хотя его внимание и не обращено ни на какой предмет в особенности. Ладонь его руки испытывает в эту минуту раздражение и повинуется стимулу, приводящему в движение мышечную систему. Это чисто инсентимное явление. Вскоре потом в эту маленькую ручку кладут игрушки, локомотив, лакомство, игрушки, лакомство, и ребенок, сжимая свои пальцы, научает постепенно протягивать руку, раскрывать кисть, чтобы брать предметы, поражающие его глаза и вид, которых пробуждает днем вследствие ассоциации, идей, чувства желания. В течение времени с этим действием он настолько свыкается, оно столь тесно ассоциируется с видом любимой вещи, что рука протягивается сама собой и берет эту вещь. Лишь только он видит ее. Все явления инстинкта, представляемые нам животными, приводят нас путем анализа к столь же простому обобщению. Их исходный пункт действительно автоматический, в начале мускулы, совершает непроизвольно, сокращается, вернее, непроизвольно в силу свойства своей ткани и нервной действия, которое само зависит от состава элементов, его обусловливающих. Действие мускулов сначала непроизвольное, быстро ассоциируется с известного рода мозговыми колебаниями, его сопровождающими, иначе говоря, идея связывается с движением, и последнее следует за ней непосредственно и машинально. Например, одно из самых инстинктивных действий, действия, которым животное в момент падения удерживает свое равновесие, есть ничто иное, как приобретенное понятие, ибо мы видим, что ребенок лишь постепенно им медленно доходит до этого чувства равновесия, то есть до этой тесной и мгновенной ассоциации идей с действиями, которые замечаются всегда в инстинкте. Впрочем, говоря об инстинкте, Гертли не взял достаточно в расчет способностей передаваемых наследственно, то есть ту наибольшую склонность которая представляет мозговые волокна с самого начала к восприятию известных впечатлений и к ассоциации в своем движении. Это замечание одинаково приложимо к страстям и к умственным способностям, которые тоже могут быть передаваемы из рода в род. Не все у животного состоит из индивидуально приобретенных знаний. В нем происходит также непосредственные ассоциации, зависящие от особого состава мозга и нервов, унаследованного от родителей. Это соображение, которым Гертли слишком пренебрег, должно быть также взято в расчет, говоря о приложении его гипотезы к сложным и отвлеченным идеям. Английский врач признает вместе с локком и всей школой так называемых сенсуалистов, что ощущение составляет начало всех наших идей. Материал для идей нам доставляют, конечно, внешние чувства, но разнообразные и сложные ассоциации этого материала дают вскоре начало отвлеченным идеям и идеям, порожденным чистым размышлениям, генезис которых трудно уловить. Гертли сделал в этом отношении остроумную попытку, которая во многом ему удалась, но он недостаточно принял в расчет тот особый организм, с помощью которого ассоциации, ощущения и идей сочетаются между собой до бесконечности, расширяются, суживаются, проникают одна в другую. Существует особое деятельное начало, управляющее всеми этими операциями и которое с самого своего появления повинуется своим собственным законам, происхождение которых должно быть отыскиваемо за пределами индивидуума. Человек владеет не одним только, не одними только идеями, приобретенными ежедневным опытом. У него есть еще идеи, зависящие от унаследованной им организации. Нет сомнения, что при проявлении переданного инстинкта и наследственной страсти движение мозговых и нервных фибр происходит точно так же, как и проявление порождаемых ассоциацией ощущений и идей, с которыми мы сталкиваемся в течение жизни. Цереброспирнальная система в этом случае не аффектируется каким-нибудь особым образом, но самая причина колебаний, вибраций, которые тут происходят, вытекает уже из самых источников жизни. С помощью гипотезы Гертли можно достаточно объяснить деятельность органов, но она не в состоянии дать нам отчета первоначальной причины, колебаний, которые отражаются в нас, которые пробуждаются жизнью, управляют ею и поддерживают ее. Столь абсолютный автоматизм, как понимает его английский врач, производит или приводит нас относительно всего механического в процессе жизни признанию некоторой простой силы, видоизменениями которой порождается разнообразие явлений, но мы не в состоянии добраться до исходного начала самой этой силы, когда же высшим усилием, представляющим наибольшую степень сложности умственных операций и мыслительной способности мы доходим, углубляя в самих себя до утверждения того, что мы существуем и до подтверждения действительности нашего существования самым фактом мышления. В то же время над материальным механизмом и многообразной координацией движений в нас возникает сознание. Тут проявляется двигательная сила, которая не могла бы быть вибрирующееся нервное вещество, та таинственная двигательная сила, которая как в человеке, так и во всей природе не подается экспериментальному исследованию. Ну, вот такие три интереснейших примечания автора. Очень интереснейшие. Кстати, вы знаете, я вот читал, конечно, много энергии, отвлекался на мимику, на интонации и так далее, и так далее. Но в целом, в целом, конечно, особо не вслушиваясь, но в целом я вам хочу сказать, ведь это все правильно. Все правильно. И память, она идет и работает благодаря ассоциациям идей. и вообще все, все, что здесь описано, не надо его заучивать, не надо его, скажем, пытаться каким-то образом понять, потому что если вот я читал, и все, что я читал, я, значит, сразу же я начинал понимать, что я-то все это и знал, другое дело, что я не обращал на это внимания, другое дело, что я не писал об этом, что я не думал об этом, но читая, я тут же нашел ассоциацию, что все то, о чем пишет этот ученый французский Моро, да, или Море, Море, да, Море, я, значит, по сути дела и руководствуюсь своей жизнью. Вот и все. Значит, заслуга Море заключается в том, что он-то на бумагу, что он-то, скажем так, сформулировал, и то же самое, значит, эта теория, да, Гертли, он ее просто, просто сформулировал, вот в этом особенность, а ведь на самом деле мы живем согласно этим, скажем так, теории или закону Гертли. Вот вам и все, слушайте, очень интересно, только не пытайтесь, скажем так, понять, а пытайтесь перенести вот на свою жизнь, как вы живете, и тогда все будет понятно, тогда не надо ничего запоминать, так, и понимать, и запоминать. Почему? Значит, для кого надо было запомнить и понять? Это у тех, кто читает лекции. Я-то лекции не читаю, я ее просто прочитываю, я же ее не читаю сам по себе, вот, она нам просто, вот то, о чем мы сейчас вот читали, это все практическая наша жизнь, и вот если мы прочитанное перенесем на себя, на свою жизнь, то все станет ясно, и нам не надо запоминать. Мы жили, живем и будем жить согласно этим, вот, рассуждениям, этим идеям, этим законам. Все, спасибо и до свидания. Я, доктор Джордж Горбатов, на этом прощаюсь с вами. Мои уважаемые слушатели, зрители, как всегда, как обычно, особую благодарность выражаю всем потенциальным слушателям и зрителям этого ролика. Советую вам прослушать. Я старался его экспрессивно, с экспрессией, вот, прочитать четко, да, что понятно было, громко, чтобы и слова были четкие и ясные. Слушайте, спасибо и до свидания. До следующих встреч в последующих чтениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok